Работая очередной сессии ассамблей народа Казахстана, внимательно следили жители всех регионов страны. По мнению соотечественников, самое важное сегодня это то, что Казахстан все 20 лет независимости живет и развивается в условиях политической стабильности мира и согласия. Восточный Казахстан один из самых многонациональных уголков страны. Его жители неизменно гордятся тем, что первый дом дружбы появился именно на востоке. А год назад в Усть-Каменогорске была построена и первая в Казахстане этнодеревня. Сейчас здесь разместилось 18 домов практически всех диаспор, проживающих в регионе, с неповторимыми утварью, убранством и национальным колоритом. Официальное открытие пройдет 24 апреля и начнется с празднования Пасхи. Теперь все праздники представители национально-культурных центров будут отмечать именно здесь. Мы гордимся, что в Восточном Казахстане впервые в республике создан этнодеревня, где можно показать традиции, обычаи в любых этнокультурных объединениях, в том числе коренного населения. 16 национально-культурных центров объединил Кустанайский дом дружбы. Все они возникли в разное время. Корейский центр недавно отметил 20-летие, а киргизский был создан всего полгода назад. В нем около 200 представителей этой национальности в Кустанайской области. При национально-культурном центре Кустаная работают 7 воскресных школ, ученики которых изучают языки и культуру своих народов. Живя в Казахстане и видя реальную модель мирного сосуществования разных народов и поступательного развития экономики, мы желаем, чтобы и на нашей исторической родине в Кыргызстане переняли успешный казахстанский опыт. Я считаю, вот та модель, которая создана у нас в Казахстане, Ассамблея народов Казахстана, она объединяет не только нас, людей разных национальностей, но и сплачивает внутри диаспоры нас, самих же. Мы казахстанцы сильны тем, что мы едины. У нас сто с лишним национальностей, и мы живем в единстве в одном, в дружбе, в братстве. А в Южно-Казахстанском государственном университете уже 8 лет успешно работает созданная самими ребятами Малая студенческая ассамблея народа. Она объединяет представителей 35 национальностей. Я считаю, что значение слов «Моя родина Казахстан» является не пустым звуком для наших казахстанцев, потому что я знаю немало людей, которые возвращались на свою историческую родину, например, в Корею, Германию, Россию, но они все равно возвращались в Казахстан. Почему? Потому что наша родина дает силу и энергию нашим гражданам. Она даботится обо всех гражданах, независимо от их этнического происхождения. Поэтому я очень благодарна этой ассамблее, которая с каждым годом дает людям изучать их традиции, изучать их язык, не забывать свои культурные корни.